Наши браты украинцы и гости международные, вельми приемно вам зараз вот такие момент, коли доступае юбилей нашего шановного, можно сказать, старшини. Вот мне все-таки трошки любило такое-то слово вам сказать. Каплевшка работили, я буду по-российски говорить, вельми коротко. Идея работы по-российски. И вообще все направление, которое мы по биохимии витамина Д делаем, это немножко отзвук о серьезной реалии его идеи, особенно после нашей совместной работы в Чернигове. Что мы сделали? Прежде всего использовали концепцию некого тотального системного действия для витамина Д. Бриотропный эффект. Должно быть что-то такое большее, чем конкретные молекулярные механизмы. Пожалуйста, следующий слайд. И избрали мы подход, который связан с так называемым редокс-сигналированием. Ну сейчас еще не ушла мода объяснять многие эффекты окислительным стрессом, на решение окислительно-восстановительного баланса. Действительно, и обзоры прекрасные, говорят, что это так. Но мы считаем, что нельзя так принижать витамин Д. Его надо немножко повыше поднять. А в метаболическом системе это называются нерадикальные окислители, которые значительно больше, чем радикальные. И вот поэтому редокс значительно выше по своей емкости и значимости, чем аппетитный стресс. Пример, пожалуйста, следующий слайд. Это эритроцит. Пожалуйста, следующий. Эритроцит, которого мы традиционно привыкли газотранспортную функцию смотреть. А нет. Тут и поглощение продуктов свободного радикального укисления. Участие в формировании кислительной среды. Вот как профессор Соколович говорил о витамине Д, который меняет PH. А в целом это гемеостатический эффект общий. А самое главное, это редокс сигнал, который клетка несет во время процесса кровообращения. Пожалуйста, следующее. Не буду сейчас. Это, конечно же, эсклютетионирование белков, теорирование белков и так далее. Пожалуйста, следующий слайд. Еще следующий. Пожалуйста. Еще, пожалуйста. Хочу только вас отправить, кто заинтересован. И хоть ищут подтвердение моим словам. Вот наша публикация на сосудистой патологии опубликована в украинском биохимическом журнале. Прямо у вас, где-то здесь совсем рядом, в 214 году. Что же было сделано сейчас? Эта концепция, пожалуйста, следующая. Была реализована на основании двух посылов. О том, что витамин Д таки работает и на редокс сигнал. То есть создает такие соотношения окислительно-восстановительных, СН прежде всего, и десульфин. Композиции, которые резко меняют, катались. Керментативные системы работают иначе. По крайней мере, нам известна вот одна экспериментальная работа. Пожалуйста, следующая. Клиническая работа. Пожалуйста, следующая. Значит, нам ничего другого не оставалось. Как померить функцию? Функциональная. Фенотип сердечно-сосудистой системы. Как он меняется, когда полгода дается большая доза. Раз в две недели, 30 тысяч рублей. То есть, по сути дела, серьезная нагрузка, длительно. Но в наших условиях мы взяли, конечно, эритроцит. Хорошо прокачали всю глютезионовую систему, как основную систему, действительно, восстановительную. И, конечно, померили, что там делается с витамином Д. Пожалуйста, вот эта хроматограмма, ультравысокоэффективная хроматография, которая позволяет в одной разгонке получить и кальцидиол, и, конечно же, померить нетрансформируемую форму. Или эрго, или холикальциферон. Это очень удобно. Предполагаем, что в диапазоне ультрахроматографии будет 24-25 ОН. Но это так, предполагаем. Что получили? Это мы еще предполагаем. Вот, посмотрите, прежде всего, по сосудистой системе. Эта схема назначения меняет фенотип реакции сердечно-сосудистой системы на комплексную терапию. Она меняется в фенотипе. Пожалуйста, следующее. В то же время наступают изменения драматически в показателях и кальцидиола, и нетрансформировано, то есть в данном случае холикальциферола. Но важно, что корреляция наступающих изменений была симметрична и высоко коррелировала именно с изменением количества не 25 ООН, то есть не кальцидиола. А именно, как раз в данном случае холикальциферола. Вот это факт. Пожалуйста, следующее. 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 И вот еще, пожалуйста, а не слайд. А вот уж что действительно совсем поразительно, после в этом результате по сравнению с исходным уровнем, резко, фантастически и ненавлюбаемое в других экспериментальных и клинических ситуациях тотальное падение галлюциона. Это заставляет думать и посчитать теперь, дальше провести исследование, определить редокс и как бы немножко сапонировать к последнему обзору витамину D в нашей области. Опять же, окислительный средств. И только походя чуть-чуть, а может быть, все-таки и редокс, эффект витамина D. Я заканчиваю это. И, пожалуйста, последние слайды. Вот общий итог этой работы. Вы почитаете, увидите общее обобщение. Это еще небольшой работой, потому что только 19 человек получали витамин. А я, завершая дорогому юбилеару, хочу выразить сердечно благодарность за то, что он инициировал это исследование. И привести исторический пример. Показывайте, пожалуйста. Пожалуйста, следующее. Вот, вы знаете памятник тысячелетию России и видите памятник Богдану Хмельницкому. Послушайте, это сделал один и тот человек. Это сделал Беларусь. Пожалуйста, следующее. И вот здесь вот Михаил Осипович Микешин. Вот видите, какой должен был памятник быть в Хмельницкому. Внизу сидит нацдомбрый украинец, а рядом слушает, внимает белорусы. Так этот памятник остался недоделан. Это был большой друг Кобзаря. Пожалуйста, следующее слайде. Вот, и он высказал на охоте смерти. Доверительное отношение ко мне находил Кобзарь в моем белорусском происхождении. И я хочу сказать, происхождение наших исследований тоже имеет такие же братские формы. И прежде всего, вы, дорогой Владислав Владимирович, сердечная вам признательность за то, что вы сделали возможным наши исследования. Спасибо. Спасибо.